Это не научный эксперимент и не отбор в космонавты. Это подготовка к соревнованиям по легкой атлетике. На штанге 90 килограммов. Тоже обычная легкоатлетическая тренировка. Как видите, сегодня легкая атлетика не так уж легка. Но женщин это, кажется, не очень смущает. С каждым годом они отвоевывают все новые рубежи, доказывая, что слабый пол – весьма устаревшее понятие. Будем откровенны, нам, мужчинам, иногда это не очень нравится. Мы скептически улыбаемся, когда видим женские атлетические соревнования. Недоумеваем, глядя на усталые лица спортсменок. Зачем им это нужно? Нет, мы вовсе не против, чтобы наши милые женщины жили в ритме века. Мы просто считаем, что у них хватает дела без спорта. Работа, учеба, воспитание детей, домашние хлопоты. А если сюда добавить еще и спорт, значит, чем-то придется пожертвовать. Но во имя чего? Впрочем, интересно, разделяют ли эти опасения сами женщины. Те, что связали свою жизнь с легкой атлетикой. Вам знакомы их имена. Татьяна Зеленцова. Двукратная рекордсменка мира, чемпионка Европы в беге на 400 метров с барьерами. Вильма Бардаускене. Первая среди женщин, покорившая в прыжках в длину, магический 7-метровый рубеж, чемпионка Европы. Анита Стукане. Основная соперница Вильмы, победительница Кубка мира. Елена Попкова-Голобородько. Рекордсменка страны, победительница 7-й летней спортакиады народов СССР по прыжкам в высоту. А также Нина Думбадзе. Легендарная чемпионка в метании диско до военных и послевоенных лет. 23 года державшая мировой рекорд. И Эльвира Азолина. Неоднократная мировая рекордсменка, олимпийская чемпионка в метании копья, сумевшая вернуться в большой спорт спустя 10 лет после олимпийской победы. Им мы предложили попытаться провести, так сказать, доказательства от противного. Мне кажется, что женщина, веками ограниченная кругом своей семьи, общественными условиями, в которых она не могла как-то выдвинуться, она сейчас с помощью спорта шагает в общественную жизнь. Кроме общественной жизни всей остальной, она и в спорте самовыражается. Когда-то она готовилась к балам, к танцам, готовила свои красивые наряды, старалась самовыразиться другими способами, но потом менялись условия жизни, менялась обстановка, менялись трудовые навыки, все менялось. И, соответственно, изменилась потребность. Ну, и надо сказать, что, конечно, спорт дает женщине огромное удовлетворение, потому что это зрелище, потому что это зрители, это выступление на зрителях. Спорт — это ведь большой театр. А кому же, как ни женщине, свойственно хорошо выглядеть на зрителях? Конечно, она старается добиваться высоких результатов. Это естественно. Ну, вот многие считают, что легкая атлетика не для женщин. И есть ли какие-то виды спорта специально для женщин? Ну, я так думаю, что в легкой атлетике женщине достается не больше, чем в гимнастике, в фигурном катании, в художественной гимнастике. Просто глубоко ошибаются те, кто занимается только легкой атлетикой. Легкой атлетикой не знают, что такое труд и пот в гимнастике, что такое труд и пот в других каких-либо видах спорта. Но если говорить о том, что нужен ли вообще женщине спорт, так мы можем задаться тогда вообще, зачем женщине заниматься художеством, музыкой, балетом. То есть тогда можно из жизни женщины исключить все, кроме кухни и детей, оставить их чисто, так сказать, настоящей женой-домохозяйкой. Конечно, нет. И все же, спорт подчас надолго отрывает спортсменку от семьи. Таков один из главных доводов противников женского спорта. К их числу долго относился и муж Вильмы, Антанас. Инженер-строитель, довольно занятой человек, он мечтал о домашнем уюте и о жене, которая его создаст. Перед свадьбой Антанас добился от Вильмы слова, что она больше не придет на стадион. Но Вильма его не сдержала, потому что не могла жить без спорта. Когда Антанас это понял, он смирился. Да, соревнования разлучают спортсменок с семьей. Но зато какой праздник, когда мама дома. Спортсменки, как и все женщины, стремятся не расставаться с детьми. Именно поэтому Леночка Зеленцова впервые оказалась на беговой дорожке, когда ей не было и полугода. А сегодня она уже не гость на стадионе. Я хотела бы, чтобы мои дети, конечно, не метали копье, но если не получится, мы хотя бы занимались легкой атлетикой. Ну, это вообще желание любых родителей, да? Ну, так, чтобы дети доделали то, что мы не успели сказать. Ну, потом просто наш богатый опыт научить хочется и передать технику, да? И психологическая борьба, и прочие такие тонкие нюансы. Мы через все это прошли, хочется передать. Ну, вот, будем передавать детям. И ученикам. Когда мы снимали фильм, Таня завершала учебу в высшей школе тренера. День у нее был расписан буквально по минутам, и ее никто не осудил бы, передая на своих учеников на время другому тренеру. Но Таня считает, что надо успевать везде. И успевает. Сегодня победы в большом спорте достаются как никогда трудно. Чтобы побеждать в легкой атлетике, нужно развить в себе быстроту, выносливость, гибкость, силу. Собственно говоря, а нужна ли женщине сила? Ну, для спорта, конечно, сила нужна. Она потом уйдет, когда женщина бросит заниматься спортом. Но останется главной сила духовная, целеустремленность, настойчивость. Ну, я считаю, что эти черты потом только помогут жить, работать. Чем бы ты ни занимался. В большом спорте слишком часто стрессовые ситуации, а ведь женщины так ранимы. Нередко сокрушаются противники женского спорта. Да, спорт полон эмоций. Самые трудные минуты вот эти. Минуты сосредоточения. Борьба начинается еще до соревнований, борьба нервов. Нет, наверное, спортсмена, который бы не испытывал волнения перед стартом, как нет актера, бесстрастно ожидающего премьеру или абитуриента, спокойного перед экзаменами. Нервные нагрузки в большом спорте с каждым годом растут. Он требует предельной концентрации воли, максимальной собранности, умения подчинить все одной цели, победе. Сколько уходит на это душевных сил? Так не правы ли в этом случае те, кто полагает, что спорт опустошает? Я в спорте прожила половину своей жизни. И большую часть такую уже зрелую жизнь. Поэтому я сформировалась, наверное, в этой обстановке такой спортивной. У меня было неприятностей больше по количеству, но радости, они у меня были такие, если можно сказать, качественные. Слушай, радость, она действительно была вся моя. Но скептики не сдаются. В спорте слишком много отрицательных эмоций, а потому он не для женщины. И в самом деле спортсмены чаще терпят поражение, чем одерживают победу. Вот и сегодня Таня проиграла. Правда, гладкие 400 метров не ее амплуа, но все равно, кому приятно проигрывать. Что их заставляет вновь выходить на старт? Самолюбие? Жажда победы? Но одного желания победить бывает мало. Нет, 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 нет. Может быть, завтра? ЗВОНОК ТЕЛЕФОНЕЦЕЙСКАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 хочешь. А Леночка говорит, я не хочу ничего. Она говорит, может, ты хочешь вот этого? Нет, этого я не хочу. А может, и другого хочешь? Нет, и другого. Ну что, что, ничего не хочу. Это самое страшное, я считаю. И хочется даже куда-то уйти сразу, только чтобы с одной собой не оставаться наедине. Хотя уже через день, вот я уже, конечно, осадок остается какой-то, я уже себя чувствую намного лучше. И что нравится моему тренеру, что я вот после неудач, я начинаю с новой злости начинаю работать. В спортивном дневнике Лены записаны такие слова. Спорт учит честно выигрывать, честно проигрывать, а потому он учит жизнь. Не торопитесь с выводами, слышится нам голос скептиков. Моральный урон еще не все. Это случилось во время первого прыжка. Травма, казалось бы, перечеркнула все. И что же? Выходит, что оппоненты правы. Долгих тринадцать лет идти к победам, к рекордам и в раз все потерять. КОНЕЦ 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 Ну, так, как вино ир лаби саснегums спорт, у нас, конечно, не без ракстур, и спеј мс. Вино ир пабеигс с азвазмом. Мама говорит, что, конечно, характер я проявляю в том, что мы в спорте. И мой характер показывает, ну, проявляется и в том случае, что я окончила все-таки университет. Дома иногда не хочу по утрам вставать рано. Через неделю после травмы, когда еще побаливала нога, она пришла в спортзал к своему тренеру Талевалдису Будевичу. Она упрямая. Сначала, когда работаем на технику, убедить ее, что это движение неправильное и надо его сделать. Иначе это очень трудно. Потому что она сама думает, что иначе сделать нельзя. Что, как она уже делает, это довольно хорошо. Но и до этого дня в исполнении техники есть грубые ошибки, можно сказать. Но Биллой получилось уже лучше. Это совсем непросто. Преодолеть поражение, травму. Умение превозмочь неудачи, конечно, пригодится. И не только в спорте. Но не слишком ли дорогой ценой это дается? В детстве я очень много думала, почему люди не могут летать. Но этот вопрос потом задавала себе и впоследствии. Хотя оказалось, в детстве это казалось очень просто. Взял крылья любые там и полетел. А потом стала задумываться не конкретно, конечно, о полете, а о другом. Почему люди не могут летать в своих идеях, в своих мечтаниях в той области, где бы они хотели. Чем бы они хотели вообще заняться в своей жизни. Ведь многие, пускай это очень вязако сказано, что ли, полет. Ну, многие так просто, ну, поскольку-постолько занимаются каждое своим делом. По инерции, что ли. Я вижу свой полет, свою мечту. Вижу и нашла ее в спорте. Впрочем, научиться прыгать высоко Лене удалось не сразу. Наверное, потому что росла она физически слабой, болезненной девочкой. Спорт помог ей утвердиться во мнении, что главные неприрожденные способности, а настойчивость, воля, упорный труд. Ну, почему прыжки в высоту? Ну, наверное, потому что в них очень большая фаза полета. Ну, прыжки в высоту тоже не сразу прыжки в высоту. Тоже тяжело. Сначала совсем и не полет, а так пародия. Очень долго шла к своим высотам. Очень нудно, очень тяжело. Ну, и все-таки я нашла свой прыжок. Найти свой прыжок помог Лене и ее тренер. Сам в прошлом прыгу на высоту Валерий Козлов. С ней очень тяжело и интересно работать. Я не мог ее никогда упрекнуть, что она что-то не сделала на соревнованиях. Этот человек выходит, она борется. На что она готова, она то и показывает. В жизни для человека главное – это найти себя. Найти, чтобы утвердиться. Тогда ты состоялся уже как личность. По моему мнению, Лена – это человек, который состоялся. Вы знаете, как у художника, который не может ни писать, так она уже не может ни прыгать. В отличие от других наших героинь, Вильма сразу нашла себя в спорте. Уже в 16 лет школьница из Паневежеса установила в прыжках в длину рекорд Литвы для женщин – 6 метров 12 сантиметров. А потом ее стали преследовать травмы. Вот тогда, отчаявшись, она и дала слово Антаносу, что забудет дорогу на стадион. Но когда ее сыну исполнилось всего полгода, Вильма, ослушавшись мужа, тайком от него вновь пришла в манеж Динамо. Многих это удивило. Скептики ее мысленно уже списали из спорта. Это-то и помогло. Как призналась нам Вильма, в ней впервые проснулась тогда спортивная злость. Доказать себе, доказать всем, что прыгать далеко – ее призвание. И доказала. В 25 лет она дважды улучшала мировой рекорд и в трудной борьбе сумела вырвать победу на чемпионате Европы. Такой упорной ученицей не может не гордиться тренер. Впрочем, то, что мы услышали от Яна Гадовича, было для нас неожиданным. У Вильмы очень, я считаю, сложный характер, противоречивый характер. Наряду с очень хорошими качествами есть, конечно, и слабые стороны. Очень у нее хорошее качество – это возможность концентрироваться в нужный момент. Слабая у нее сторона, я считаю, что та, что она не отличается хорошей работоспособностью. Она может при настроении очень хорошо работать, при плохом настроении она вообще не способна ни к тренировке, ни иногда даже и к соревнованиям. Она очень хотела побеждать, а для этого ей пришлось научиться самому трудному – управлять собой, своими эмоциями, настроением. По итогам 1978-го спортивного года журналисты назвали Вильму Бардаускене лучшей спортсменкой мира. Она и сегодня упорно тренируется и мечтает о новых успехах. Вильму Бардаускене лучшей спортсменкой мира. Понимаете, вот с самого начала, как я начала заниматься спортом, мне хотелось быть первой. Видимо, каждый человек рождается с каким-то призванием, с каким-то желаниями и страстями. Вот у меня такое призвание и стал спортом. Все-таки спорт занять, требующий больших эмоций, а главное, требующий затраты большого труда, что меня всегда привлекало, то есть преодолевать какие-то трудности для того, чтобы что-то достичь. В 1976 году я уже хотела вообще прекратить занятия спортом, поскольку не попадала в олимпийскую команду, отъезжающую в Монреаль. Я, как всегда, заняла опять пятое место свое коронное уже на протяжении многих лет, отдана была мне постоянно. И чемпионат страны разыгрывался впервые, бег на 400 метров с барьерами. Ну я просто так, просто так заявилась и побежала. Тренер мой был весьма удивлен, сказал, что это так трудно, что это невозможно, Таня, что это целый круг и еще 10 барьеров, что я никогда без барьеров не пробегала один круг. В конце концов я решила, что если будет так трудно, я где-нибудь по дороге сойду. Ну, в душе я верила в то, что я выиграю эти соревнования. Я была, понимаете, настолько уверена в своей силе, потому что девочки, вышедшие на старт, были ничем не сильнее мне, ни в физических данных, ни в таланте, ни в чем. И я все время, даже становясь на старт в колодке, я задумывалась, ну чем я их слабее. Чем? Почему? Они могут добежать до конца? Я не могу. И так я в забеге сразу показывала результат, превышающий норматив мастера спорта. Он совсем на немного уступал рекорду страны тогдашнему. И я уже вообще воодушевленная и, так сказать, возбужденная решила, что все, в финале будет рекорд, в финале я буду первая, и все-все-все будет мое. Тем более, что, представляете, на протяжении стольких лет стремиться и не быть чемпионкой страны, и вдруг такая реальная возможность. То есть сбываются твои мечты, собственно, уже тогда, когда ты поставила точку. Потому что бег на 100 метров с барьерами закончился, уже я заняла пятое место, и уже поставила точку на своей спортивной карьере. И вдруг такая радость. И тогда мы с Валентином Викторовичем Чистяковым вместе радовались, праздновали нашу победу. Но еще тогда никто из нас не представлял, что будет с нами дальше. А было вот что. Через год Таня дважды улучшила мировой рекорд и стала чемпионкой Европы. В 30 лет она, наконец, добилась своего. У наших героинь трудные, но прекрасные судьбы. Спорт помог им стать сильными, красивыми, ловкими. Помог утвердить себя. Еще одно и, наверное, главное доказательство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok